Связи между Приднестровьем и Россией не многогранны. Наверное, базовая многогранность кроется в истории, в общей истории. У нас общая история Российской империи, у нас общая история Советского Союза. Многие исторические личности, которые оставили яркий след в истории Приднестровья, поставили яркий след в истории всей России. Кроме того, все полковые соединения, которые здесь дислоцировались во времена Российской империи, принимали активное участие во всех боевых действиях, баталиях, которые вела Россия. Конечно же, у нас общая религия, у нас общая культура, язык. У нас, кстати, что объединяет с Россией, это, конечно, многонациональность. То есть в России проживают люди более 100 национальностей, у нас проживают люди более 70 национальностей, 72. И обратите внимание, мы об этом уже, по-моему, говорили, да, у нас абсолютно отсутствуют национальные конфликты. Почему? Да потому что мы никому не наступаем на язык, мы не забираем свою литературу, свой родной язык или свою историю народа, мы, наоборот, поддерживаем это. Это вот роднит нас с Россией, в России тоже не строят мононационального государства. Ну и, естественно, все остальное образование по стандартам Российской Федерации. У нас законотворчество по стандартам Российской Федерации, экономика, как мы уже говорили, рынок ориентирован. И люди себя чувствуют причастны к истории большого государства. Конечно же, это миротворчество. Начало боевых действий на территории Пьеднестровья. Март, апрель, май, июнь, июль 92-го года. Молдова применила против нас вооруженные силы. Происходили массовые убийства мирных граждан. Гибли люди, военные погибали, естественно. И Российская Федерация прекратила эту войну, понимаете? Прекратила этот военный конфликт. Мы не должны быть благодарны России за это. Или мы должны в силу складывающейся ситуации отказаться от России, сказав, что она в чем-то не права, мы не можем, у нас не хватит совести так поступить. Это неправильно, это не по-человечески.